Сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний отмечают в 140-летие основания ведомства. Торжества по этому случаю прошли в областной филармонии. Чествовали лучших сотрудников подразделений, ветеранов, а также журналистов, пишущих и снимающих о нелегкой службе хранителей правопорядка. Неотвратимое наказание за преступление существовало с давних времен. Но лишь в 19 веке оно получило организованную и упорядоченную форму. Указ Александра Второго о создании тюремного департамента положил начало единой государственной пенитенциарной системе. Сегодня эти люди в погонах выполняют очень важную, хоть и не всегда престижную работу. Охраняют спокойствие законопослушных граждан и порядок. И мы по праву гордимся нашими сотрудниками, настоящими профессионалами, которые с честью выполняют свой долг, стоят на страже закона, приумножая лучшие традиции предшественников. В Новгородской области эту дату отмечают около двух тысяч человек. Под их надзором две колонии строгого и одна общего режима. Лечебно-исправительное учреждение для больных туберкулезом, колония-поселение и следственный изолятор. Кроме этого, сотрудники ведомства принимали участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе и других горячих точках страны. В честь профессионального праздника многие из них получили заслуженные награды. Не остались без внимания и журналисты, тесно сотрудничающие с УФСИН. В том числе и наш телеканал. Благодарственное письмо вручается творческому коллективу дирекции информационных программ «Новгородское областное телевидение». Слова благодарности за нелёгкий труд в честь профессионального праздника прозвучали от представителей регионального правительства, областной думы и администрации Великого Новгорода.